Добрый! Часто спрашивают про выставку Рептилиум. Собственно, по ссылке в описании видео с рассказом о данном мероприятии от Кати. Переходите, ставьте лайки, приятного просмотра и подписывайтесь на ее канал. Спасибо за внимание! Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте я вам продемонстрирую момент саживания самых больших настоящих кобр. Почему настоящих? Потому что самые большие представители рода Ная, настоящие кобры, это, естественно, лесные кобры. Ная или Лалелка. И, собственно, здесь у нас сидят камерунские лесные кобры, которые рыжеватые. Я пересажу самку к самцу, который сидит здесь. Потом покажу вам ее реакцию и его реакцию. Ну, а начнем, конечно, с нее. Ну, я не знаю, то есть одни из самых безбашенных змей. Возможно, что-то ночью получится, будет полегче. То есть она уже тут бегает, носится, и, собственно, надеюсь, все будет хорошо. Я думаю, где ее уже будет убраться. На самом деле, это хорошо. Она тут поленяла целиком, но кусками. То есть на ней ничего не осталось, но куски тут валяются везде. Какая красота. Такая вот здоровенная кобряка. Мы не будем ее сильно вам показывать. Хочется, чтобы она скорее туда заползла и с меньшим количеством проблем. Откормленная девка такая. Немаленькая. Как видите. Больше двух метров здесь уже. Рекорды больше трех вырастает. Ну, королевские кобры, конечно, гораздо крупнее. Но королевские кобры относятся к роду Афеофагус. Это не кобры. Это другой род. Это совершенно другая группа. И давайте сейчас выпустим самца. Почему выпустим? Потому что я его загнал в тупик. Точнее, его выход упирается в стенку. Его не может оттуда вылезти. Ну, он бы и рано и поздно вылез. Но оперативно ему вылезти довольно сложно. И покажем вам, что происходит вблизи. А с самца вы все уже знаете. Розунку-то. Вот там вот в укрытии сидит самец. Стараемся вам показать, че есть стекло. Не хочу с открытым стеклом все это делать. Вот он возбудился. Но он на нас реагирует, блин. Не получается чистое знакомство. Ведь он на нас уже отпекся. Самка гораздо крупнее, чем он. Ну, и его и не откармливали особо. А еще он привередливый в плане коров. То есть иногда часто отказывается от еды. И больших крыс не ест. Вот. Часто спрашивают, что будет, если один вид змеи укусит тот же вид змеи. Да, ядовитый. Ну, собственно, ничего не произойдет. У лесных кобра очень хороший унитет к ядам. К своим особенно. Но если прямо вцепиться и долго держать, то, конечно, количество даст о себе знать. Так, королевский кобра, например, тоже к яду не сильно чувствительны. Но друг друга убить. Если прямо захотят именно съесть, то смогут. Но вот его простые броски от испуга, в общем, есть совершенно безвредно. Вряд ли что-то здесь плохое может случиться. Хотя были случаи, когда при саживании лесных кобра одна другую съедала. Это было, причем, даже, по-моему, в Тульском лизотариуме Рябов Александрович Сергеевич. Сергей Александрович, блин, рассказывал. В общем, Рябов, короче. Сергей Рябов, да. Вот. Такую ситуацию. Ну и, в принципе, на Амил-Ла-Лео колесные кобры такие, те еще афеофагы знаменитые. Не самые знаменитые афеофаги в Африке, но на втором месте, пожалуй, послекамские кобры среди всех африканских кобр. А это они варанов едят или вараны их? Я думаю, что варановые тоже закусывают, только маленькими, естественно, то, что помещается в пасту. Так у нас прошло их знакомство. Первое, это всего лишь саживание. Естественно, спаривание крайне редко случается сразу же. Особенно у таких кобр. Напоминаю, что лесные камерунские кобры вообще в стране никогда в СНГ не разводились. Если у кого, даже в зоопарках. Собственно, мы надеемся, конечно, на удачу, что мы получим маленьких золотых малышей. Но только вот надеемся. И так же, как с Най-Анулиферы, будем пытаться из раза в раз. С Най-Анулиферы очень часто саживали, рассаживали, саживали, рассаживали. Несколько лет, еще до этого несколько лет растили. Этих тоже долго растили. Мы, собственно, надеемся, что все получится рано или поздно. И мы поймаем момент тоже того же спаривания, какого-нибудь день и ночь будем караулить и поймаем такой момент. И если что-то такое случится, то, конечно, вам покажем. Я думаю, что нигде вообще нет видеороликов и фотографий, и спаривания камерунских лесных кобур. И надеюсь, у нас в этом плане тоже все получится. Дальше дойдем, может быть, и докладки и так далее. В любом случае, если даже сейчас все не получится, то будем пытаться из раза в раз. Значит, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, пока мы живы. И до скорых новостей с ними и с другими питомцами. А вот и ссылка на Катин канал и на Катин видеоролик о выставке рептилий и других террариумных питомцев. Приятного просмотра. Жмем, подписываемся. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok